Человек есть то, что он ест Где можно подкрепиться на свежем воздухе Насколько безопасно в них питаться Вы узнаете в программе об этом подробнее Где можно перекусить и при этом полюбоваться красивыми видами Один из вариантов на территории Чебоксарского залива В этом году там открыто 14-летних кафе Они работают с начала мая У каждого свой ассортимент, но есть и обязательный набор Мороженые, напитки, чипсы и выпечка Голодным не уйдет никто Вообще мы здесь первый раз Все вкусно Хорошо, что в центре города есть такие кафешки Где можно посидеть с таким красивым видом на город Ну да, будучи туристом здесь очень приятно Спасибо Временные организации общественного питания Должны соответствовать целому ряду Санитарно-эпидемиологических и технических требований Ведь речь идет о безопасном питании Это хорошо понимают в Управлении по развитию потребительского рынка И предпринимательства городской мэрии Поэтому стараются регулярно проверять уличные кафе А у вас на сегодняшний день есть документы Которые соответствуют санитарным правилам И плюс еще качественное удостоверение у вас имеется Вы можете мне показать какой-нибудь какой метод? Представители ведомства интересуют широкий круг вопросов К примеру, какова площадь кафе? Заключены ли договоры по вывозу мусора? Есть ли в наличии холодильное оборудование? И какую воду используют для приготовления горячих напитков? Когда кофе готовите, бутылированную воду используете, да? Да Используем, это правильно Хорошо На контроле столичной мэрии наличие продуктов чубашских производителей Многие летние кафе работают на Красной площади не первый год Предприятия регулярно обновляют оборудование и закупают новую мебель Под тщательным контролем работа с поставщиками Больше администрация стала обращать внимание на порядок Следить за продукцией, которую мы здесь реализуем За внешним видом, соответственно, персонала Мы всегда слышим просьбы и указания администрации И, соответственно, соблюдаем порядок, чистоту Проверки показывают, что в некоторых заведениях неправильно оформлены ценники на товар Персонал работает без бейджов Согласно договору, все кафе должны быть оформлены в едином стиле Не все наши условия приняты к исполнению И есть над чем работать Я думаю, что мы сейчас еще раз доведем информацию И пригласим к себе для того, чтобы, наверное, научить этих руководителей Как нужно организовать работу летних кафе Есть санитарные правила, есть архитектурные требования Еще один тип летних заведений – террасы и веранды Которые работают при стационарных кафе Таких в Чебоксарах более 30 Некоторые предприятия только готовятся к сезону Другие уже принимают посетителей Такие открытые площадки пользуются большой популярностью среди чебоксарцев Смотришь за окном цветочки Солнце, так сказать Все приятно, обстановка Нам очень нравится Веранда, очень хороший вид Зимой же не посидишь Зимой не посидишь Даже если бы зимой была бы веранда, было бы очень отлично Мы бы с удовольствием прощали заведение Очевидный плюс таких террас и веранд Все блюда готовятся на стационарной кухне А значит, гостей ждет разнообразное, а главное – качественное меню Каждый год мы опять же делаем летние предложения К этому сезону мы тоже подготовились У нас много новинок в меню Стараемся угодить нашим гостям Люди не хотят сидеть уже внутри Им там душно, давит А летом, я думаю, самый лучший выбор – это пойти на летнюю веранду Посидеть, подышать свежим воздухом Еще один тип закусочных – это киоски, где при вас готовят и продают восточные блюда шаурму Быстро и дешево По такому принципу работают точки фастфуда Мы вышли на улицу Чебоксар, чтобы узнать, как горожане относятся к такой уличной еде Ни разу не пробовала и не собираюсь Почему? Не доверяю Ну, конечно, надо проверять качество В первую очередь Кто-то любит ее, пусть кушает Но вообще это вредный продукт Я берегу свое здоровье Я считаю, что это антисанитария, во-первых Во-вторых, ну, перекус на ходу – ничего хорошего Либо кушать, либо бежать К шаурной отношусь категорически нет Они меня не устраивают Там все стерильно, насколько я знаю Как бы есть знакомые, которые там работают Не знаю, ну, наверное, больше надо проверку устраивать Чтобы они все, как бы, чистили, мыли продукты те же самые На территории около торгового дома Нарспи, что в московском районе столицы Расположилась целая вереница киосков с фастфудом Шаурма продается на каждом шагу Несоблюдение санитарных норм – одна из основных проблем таких точек общепита Почему не в холодильнике все соусы ваши? А эта девочка холодная, она ничего не купит Но у вас же не столько народ приходит одновременно Одновременно сейчас будет его Парсионной тарелкой Полчаса не будет Всего полчаса будет И полчаса она не имеет права стоять Она должна быть в холодильнике У вас должна быть она в парсионных тарелочках Для того, чтобы только на 2-3 человека Внешний вид киосков оставляет желать лучшего Грязные и потрепанные фасады Рассадник для распространения всевозможных микробов Мусорные ведра, которые не соответствуют гигиеническим требованиям В одном из заведений прямо в торговом зале находятся ведра и тряпки для матья полов Еще один немаловажный вопрос – законность работы киосков Договора у вас имеются хозяина или нет? Да, имеются А на сколько лет у вас оно? У нас на 5-го До 5-го чего? 5 лет, на 5 лет На 5 лет? Договор заключен, торговый дом Нарске, да? Да Справедливости ради надо сказать, что есть вполне приличные торговые точки Где шурму все же можно поесть без опасений за сложу удок Но их немного У нас очень много обращений со стороны жителей данного микрорайона На работу вот данной территории киосков шурма Руководству Роспотребнадзора будет направлено письма Для того, чтобы поголовно проверять каждый киоск шурму Который находится на территории, то есть размещенный на территории города Чуваксары Всего в столице Чувашии работает более 40 точек фастфуда Говорить об их дальнейшей судьбе рано, но администрация города берет данный вопрос под особый контроль Кстати, в Москве такую же проблему практически решили В конце этого года с улиц исчезнут все киоски, а договоры с их арендаторами не продлят Торговать шурмой можно будет только в стационарных кафе Возможно, и руководство Чуваксар последует примеру у российской столицы Это была программа, об этом подробнее До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон